здорово пацаны гольфовчок мой попал в маленькую аварию дедушка был за рулем и и немножко не уступил прадику решил с ним пободаться и прадик колесом ему заехал крыло в бампер так содрал немного бампер отодрал ему и замял крыло плюс я немножко там телевизор чуть-чуть подошел пошел в сторону вот такие повреждения усилитель бампера усилитель бампера вот вниз загнуло вниз потом тут немножечко телевизор чуток туда сдвинулся вот видите зазор какой между капотом и крылом здесь в ноль здесь около ну скажем так около сантиметра где-то миллиметров 8 большой зазор оторвало вот крепление бампера вот эта штука это от бампера и самое основное на крыле это вот здесь вот замяло вот такого тупого удара не было а получается что просто праду ему так колесом короче ширканул по крыло и а тогда оторвал им бампер ну и вот основная болелька это получается вот усилитель сильно погнула но телевизор короче тоже поменяю я тогда уже купил телевизор телевизор уже купил вместе сборе с фарами сейчас покажу вам в сборе телевизор с решеткой с фарами с саблей литовский с литвы ну так ничего у него состояние конечно 40 лет ну более-менее еще сохранился самое основное это вот телевизор там в нормальном состоянии в приличном замок вот здесь у него есть сейчас раскачу и покажу фары есть фара кстати фара бошевская хорошая фара а это и вес чем какой-то это уже не бошевская какая-то уже левая заменена и у него там уже ржавый этот рассеиватель вот он весь вся морда в сборе ну неплохая морда сабля целая не помятая не гнутая ровненькая сабля ну тут ржавчина но это не имеет никакого значения с какими-то дудками даже дедушка тебе даже с дудками продали вижу он дудки с компрессором сигнал здесь на фаре корректор есть на его будет посмотреть работает он или не работает это электрокорректор а на той фаре нету коллектора но само что мне конечно это то что здесь то что здесь ровный телевизор весь и он оригинальный не китайский вот то что мне как бы и нужно то что само мне важно это то что вот этот весь телевизор оригинальные не китайский вот он не погнут и не кривой не гнут и это меня это меня устраивает мне это и нужно обошлась это вся морда 30 35 тысяч 35 тысяч тенге но это не знаю на долларе сколько надо посчитать сейчас это примерно где-то 85 долларов получается сейчас по по нынешнему курсу я думаю за 85 баксов это нормально тем более сейчас уже тут трудно найти в хорошем состоянии уже у нас запчастей таких на гольфа и нету если только китайская на китайская сейчас тоже не найдешь границы закрытая из-за этой короче темы вокруг все всего этого там вируса пандемии этой всякой хрени строясь ранее вот а бамперок получается вот здесь косяк отодрала юбочку ну ничего кардинального тяжелого случая здесь нету так короче боевые такие мелкие царапины все это устранимо здесь от здесь шпаклину зашкурю грунтону покрашу это не проблема сюда вот направляйку при при шпиндоре вот как вон то вот направляючка это крепление бампера на по насолазки на крыло здесь оторвало она вон там на крыле она осталась сюда и и при шпиндоре и все будет пучком поправлю губу здесь вот и она вылезла и чаще а еще вот дедушки короче купил поворот нички а где поворот нички новый ну-ка дать достань покажем пацанам сейчас поворот нички ну вот такие вот поворот нички здесь стояли это еще родные немецкие вот уже они все выцвели нет еще более-менее такой оранжевенький от вообще выцвел и вот сейчас купили китайские за место родных китайские 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 вот они новенькие оранжевые вот такие вот они в пленочке всем дела короче а какие дедушка будет красивый старичок теперь у меня с новыми повторителями и это тоже недорого они стоят что-то поскольку полторы тысячи тенге закажет 3000 тенге за пару это получается чуть где-то 8 долларов да даже 10 баксов нету где-то 89 долларов получается цена китайских повторителей само основное чем не главное что они новые оранжевые а все остальное там потроха уже не имеет значения здесь на один шуруп он прикручивается а здесь вот в пазик вставляется вот хочу показать вот болт вот и вот болт крепление вот усилителя болты порт жары под заржавели видно на том хорошо болтик под заржавел вот видите грязи и немного заржавел вот такой же болт такой же и вот этот гайка была с болтом значит что сделал слегка нагрел он горел очкой и он в легкую в легкую прям легко 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 пошел ночи значит немецкое железо и немецкое прошлое качество сейчас уже такого нету сейчас уже такие болты когда открутишь и они одноразовые все и вот тот был то же самое сейчас я чуть-чуть нагрею слегка он смотрите даже не грани ничего не сорвалась не появилась просто взял ключиком обычному таким вот на 13 чикси он от руки пошел 40 лет болту и этот был сейчас точно так же откручив вот так подогреваем вот сейчас я его нагрею щёточкой металлической вонкой вот пройдусь два раза шорстну чтобы окалины убрать и он точно так же легонечко открутится сейчас пройдёмся и ключиком ну вот чё требовалось доказать вот гаечка гаечка пошла вот таким обычным ключиком беспонтовым подогрел резьбу почистил и все хорошенечко откручивается пацаны вот таким вот макаром можете откручивать ржавые болты ржавые гайки все ништяк как по маслу откручивается грамотно подошли дело подогрели горелочкой резьбу щёточкой почистили от грязи от накален от окалины и спокойненько все болты откручиваете да разберешься никуда не денешься там все по месту станет это сюда это все все логично если чё я подскажу вот короче уже вот до такого состояния уже разобрали крылья сняли телевизор сняли то крыло тоже сняли тут а старые бои какие-то были так ну что видно вот этот уголок вот видишь кривой какой вот его надо будет посмотреть померить влево вправо двинуть этот уголок более-менее ну чё-то он там мне не нравится но но это там племянник уже постарался куда-то в него тоже кто-то заехал в эту сторону вы по хорошим здесь надо еще стаканы поставить грамотно выставить понимаешь так вот этот клык клык нормальный вот этот клык нормальный а вот этот поправить надо он лишь сюда ушел вроде чё пешим ходом без скорости без ничего а повреждения все равно есть на ладно поверхностные но внутренние повреждения присутствуют нижний нижний вот этот усилитель рамка целая вот на чем радиатор стоит вроде не гнутая по ней ничего не видно вот этого только видно подстучать помазать замазать но такие вот дела старичок старичок чуток ржавчина пошла здесь нету здесь чуть-чуть есть вот это место есть нужно будет его зачистить цинка ночь загрунтовать и думать могилем с той стороны здесь это место тоже ржавое здесь нету ржавчины и вот этот уголочек также как на то стороне заржавлены все эти вот стены приносит хотя из